Это новости на ТНТ. В студии Екатерина Кравцова. Здравствуйте! И мы начинаем. Насильник на колесах. В Березняках сотрудники полиции поймали автомобилиста, надругавшегося над женщиной в кузове газели. Пермский край потерял несколько позиций в рейтинге по качеству жизни. Что думают по этому поводу жители нашего города? Начнем выпуск с новости, державшей в страхе весь город. С ноября минувшего года сотрудники полиции искали водителя газели, который еще несколько месяцев назад совершил жестокое преступление. Ранним утром 18 ноября прошлого года мужчина заманил девушку в грузопассажирскую газель и изнасиловал. У пострадавшей множественные ушибы и рваные раны. Единственная зацепка в деле – это видеозапись, но номеров не видно. Мы обратились к специалистам, в частности к компании ТНТ «Березняки», чтобы они поработали с этой видеозаписью. И нам были предложены различные варианты этого госномера. И в ходе отработки этих вариантов нами была установлена сама машина, было установлено лицо, совершившее особо тяжкое преступление. Оперативники тут же задержали подозреваемого в изнасиловании и передали дело в следственный комитет. Следственным отделом по городу Березняки завершено расследование уголовного дела по факту изнасилования жительницы города Березняки в автомобиле «Газель» на одной из улиц города. Уголовное дело направлено в суд с утвержденным прокурором, обвинительным заключением для рассмотрения дела по существу. За особо тяжкое преступление насильнику грозит до шести лет лишения свободы. Сергей Каленик, Дмитрий Воронушкин. Новости на ТНТ. Псевдоцелительница выманила у жительницы города один миллион рублей. Об этом и не только в нашей рубрике «Новости коротко». Житель Березняков осужден за повторное вождение автомобиля в пьяном виде. Сотрудники ГИБДД по Черденскому району остановили автомобиль «Нива» для проверки документов водителя. Стражи порядка установили, что у автовладельца имеются признаки алкогольного опьянения. Суд признал мужчину виновным в преступлении и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 220 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года и 4 месяца. В Березняковском суде началось рассмотрение уголовного дела по факту мошенничества. Подозреваемая представлялась нахарем и вымогала у пенсионерки деньги якобы за лечение. За полгода пожилая женщина отдала свои сбережения, назанимала у знакомых, набрала кредитов и едва не лишилась единственного жилья. В целом вышло около 1 миллиона рублей. Подозреваемая признала свою вину лишь частично. Теперь ее судьба и безгаданней, как на ладони. Дорогой дальней в дом казенный. Она может загреметь на 10 лет. При Каме с прошлого года в розыске находятся 55 человек, из них 2 ребенка. В прошлом году в отделы полиции Пермского края поступило больше 3000 заявлений о розыске без вести пропавших. На данный момент не найдено 55 человек. Среди потеряшек чаще всего фигурируют несовершеннолетние. Как отмечают в Краевом управлении МВД, количество детей, объявленных в розыск, неоднократно остается по-прежнему на высоком уровне – 74%. Новости коротко подготовила Елена Суханова. И еще одна больная тема. В этом году в Пермском крае уже зарегистрировано 389 новых случаев заболеваний ВИЧ-инфекцией. Однако специалисты Краевого центра отмечают, заболеваемость в Березняках снизилась на треть. Однако березняковские специалисты говорят радоваться рано. В целом ситуация в городе не из приятных. На конец декабря, на 31 декабря, к сожалению, город Березняки занял первое место по заболеваемости среди территорий Пермского края. А Пермский край среди всех субъектов Российской Федерации занимает пятое место. Причем основной путь заражения – половой. Поэтому медики рекомендуют не закрывать на проблему глаза и обязательно сдавать анализы на ВИЧ. К другим темам. С рабочим визитом Березняки из Целикамск посетил глава региона Максим Решетников. Губернатор осмотрел ряд важных социальных объектов, побывал на стройплощадке в микрорайоне Любимов, пообщался с населением. Далее обо всем подробнее. В программе визита губернатора – посещение крупных стройплощадок. Одна из них – будущий физкультурно-оздоровительный комплекс на Правобережье. Работа уже началась. Ведется прокладка наружных сетей, забиты сваи. Сейчас они проходят контрольные испытания. Стоимость объекта – почти 85 миллионов рублей. Половина средств выделена из краевого бюджета. Маленький зал на 16 человек. С трибуны, да? Да, трибуны складные. На 80 человек. Складные, стационарные. Ага. Зал куда что? Баскетбол, мини-футбол, волейбол. Командный вид из спорта. Да, да. Раздевалки, кабинет врача и сам. В будущем комплексе одновременно смогут находиться 64 человека. И это только спортсмены. Плюс еще на трибунах 80 мест. Контракт на выполнение работ заключили в декабре. И по плану уже через год здесь будут заниматься спортом жители Правобережья. Здравствуйте. Еще одна грандиозная стройка – крытый ледовый каток, но уже на левом берегу. Вот строители показывают губернатору сердце объекта – холодильную установку. Ее монтаж уже выполнен. Строители говорят, если и дальше придерживаться плана, то уже в июне на лед выйдут первые фигуристы. Губернатор посетил и Березняковский содовый завод. Вот сейчас здесь реализуется инвестпроект по увеличению мощности производства до 600 тысяч тонн кальцинированной соды марки «Б». Программа рассчитана на 4 года. И сейчас на предприятии полным ходом уйдут модернизация оборудования и пусконаладочные работы. Увеличение мощностей позволит укрепить позиции предприятия на рынке. Поскольку предприятие развивается, конкуренция за рабочую силу растет. А это значит, заработная плата всегда будет расти чуть-чуть больше, потому что есть конкуренция за кадры. И это очень хорошо. Все интересующие вопросы садовики задавали лично главе региона. Многих интересовало переселение на правый берег и строительство там новых домов. Благодаря тем усилиям, которые мы в прошлом году прикладывали, что называется, раскачать стройку. Инфраструктура готова. Водонапорная станция, которая была ограничителем, работает. Причем одна из самых лучших в крае, полностью автоматизированная. Садик достраивается. Губернатор отметил, что Березняковская стройка имеет свои особенности. Определенные вопросы все же есть. Но их решение под особым контролем. Максим Решетников подчеркнул, что дома Камской долины достроят уже другой подрядчик. В ближайшее время корпорация развития объявит конкурс. Предполагается, что многоэтажки будут сданы в третьем квартале 2018 года. Екатерина Кравцова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. В Пермском крае ухудшилось качество жизни, сообщает агентство РИА Рейтинг. В хит-параде благополучия среди российских регионов при Каме 41 место опустилось на 44. А устраивает ли и качество жизни березняковцев? Да нет, конечно. А почему? Да вот простой пример. Ходил сейчас оформлять документы на льготы. Простоял два часа. Ну, не совсем. А почему? Что не устраивает вас? Уровень заработной платы? Да, вполне. Что влияет на качество жизни? Семья. Ну, пенсия у меня более-менее нормальная. Дети у меня хорошие. Хорошие. Так что я не жалуюсь. Нормально все. Ну, качеством жизни я довольна вообще-то так-то вот. Я сейчас уже живу свое удовольствие. А с чего ваше качество жизни стало? От хорошего питания. Питаться качественно в современном ритме жизни не всегда получается. Чаще всего мы перекусываем на бегу фастфудом. Сегодня в нашем городе особую славу сыскала шаурма. Киоски с восточным блюдом растут как грибы. Александра Зеленина отправилась в рейд по Березняковским пунктам быстрого питания. Критерии, по которым мы будем сегодня оценивать точки питания, элементарны. Это соблюдение санитарно-гигиенических норм, внешний вид шаурмы, ну и, конечно же, вкус. Ну что, поехали за шаурмой? Первая точка. Киоск с шаурмой возле кинотеатра «Мелодия». Людное место. Здрасте. А дайте, пожалуйста, шаурму. Все, ее заказали. Даже издалека через окошко видно, что девушка-продавец без головного убора. А это уже нарушение. Хорошо хоть перчатки надела. Ну что же, проверим результат. Девушка там в шоке, ничего не понимает. Стоит и улыбается с лодкой. Давайте посмотрим. Вот, шаурма. Выглядит неплохо, поджаристая, ровненькая, красивенькая. Такой кирпичик. Достаточно большой. Что очень радует. За 100 рублей всего. В киоске чисто. Есть холодильник. Видно, как готовят шаурму. На вкус она оказалась вполне сочной и съедобной. Посмотрим, что будет через пару часов. В шаурмечной возле ТЦ «Радука» к санитарным правилам относятся чуть ответственнее. Продавец с убранными волосами. В остальном все так же. Шаурма как шаурма. А вы здесь брали уже? Нет, мы все очень противники, честно говоря, такого не питания. Мы в другом месте брали. Но иногда хочется, да? Конечно. Даже посетили. А вот третья шаурмешная у второго универсама оказалась скрытной и загадочной. Через матовое стекло не видно ничего. В маленькое окошко удалось подсмотреть, что на гриле нет мяса. На девушке – головного убора, несмотря на длинные волосы. Умывальник тоже отсутствует. А как вы руки моете? Как вы овощи моете? Нам все приносит стаз. Начальник. В ведрах. И вы прямо в ведрах моете? Почему овощи нам нужны? Как готовили эту шаурму я не видела. Пробовать ее я точно не рискну. И вообще, киоски – дело небезопасное. Как правило, они все похожи. Водопровода нет, санитарная книжка у работодателя. И вообще, сами мы не местные. Доверять или нет киоскам – узнаем завтра, во второй серии сюжета. Когда там первые признаки? Ох, я рисковая, я девка. Александра Зеленина, Сергей Каленик. Новости на ТНТ. И это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. В студии была Екатерина Кравцова. Всего доброго. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин